Я сегодня пришел в гости к юбиляру Чугая Николаеву, сегодня 70 лет. А тут случайно вот повстречал маму, это мама Наташа, да? Вы мама, да? А ей уже 91 год, а мы ведь когда-нибудь лет, лет на 60. Поэтому что у нас получается, что у нас теперь подняли пенсионный возраст, чтобы правда не выходили женщины на пенсию. А, поэтому и подняли, да? Вот Людмила Ивановна, маленький вопрос. А вы что же здесь жили в гарнизоне раньше, да? А? В гарнизоне раньше жили, да, у нас там? Мы прожили здесь до 90-го года. До 90-го, да? Да. А вы где-то работали тоже в воинской части, нет? А? В воинской части работали. Ну, я в школе работала, заочная, но здесь при Любимовке. При Любимовке была, да? А с какого года вы здесь жили, вот, в Любимовке? С 60-го. С 60-го года, да? Угу. То есть вы застали тот момент, когда начали строиться эти большие пятиэтажные дома? Да, да. Все при вас строилось, да? Вот 17-й дождь как раз при нас начали строить. И уже построили. У меня еще здесь огородик был. Угу. Это стоит. На вашем огороде теперь дом стоит, да? Да. Понятно. 17-й дождь начали строить. А где вы вообще родились? Как вы оказались здесь в Любимовке у нас? А? Где вы родились и как вы оказались на Любимовке здесь? 11-й дождь в России. Мы вся Россия, да? В Познебургскую область. Октябрьский ремонт. Село Октябрьское. Я россиянка вообще-то. Понятно. А вы сюда с мужем приехали или как? Ну, приехала я, замуж вышла. Замуж вышли? Да. Так здесь замуж вышли или там где-то вышли? Ну, он здесь служил. Ага. Пищугин, может быть. Нет, не помню. Нет, откуда я могу помнить? Я родился в 1955 году всего лишь. И он был тоже военным, да? Военным был, да? Да. Начальником цехов в армии. Вот видите, мы сегодня случайно застали жену ветерана нашего тоже части 62-го генерационного полка. Так что я, как сказал сегодня, что история наша не будет заканчиваться на тех фильмах, которые мы выставили. История будет продолжаться. Людей много, которые здесь жили, служили, работали, защищали Родину. Не говорите здесь. Ну, таких, как мы, уже таких мало осталось. Конечно, единицы. Один мужчина у нас там 90 лет перевалил, вот у нас каждый раз мы поздравляем. 90 лет вот ему. Было в январе, было, да, 90 было. Ну, здесь Наталья Павловна вот жила, ей тоже, ну, с одного года. С ней с Натальей Павловной. Ну, она сейчас на радиогорте живет, так что. Сбежала в Ременовке, да? Сбежала. Шикарное место она сбежала. Понятно. Между прочим, жизнь прожила здесь. И что, на 90-м году переехала. Ну, дети, наверное, туда поехали, а она с ними поехала, наверное, так. Ну, с внучкой. С внучкой. С правнучкой кто. Ну, правнуки-то вообще святое. Так вы сейчас, получается, пра-пра-бабушка. Да, да. Потому что уже Николай уже прадедушка, а вы пра-пра-бабушка. Да. Ой, какой у меня клондайк сегодня я надкопал ее, а? Может, значит, пораньше прийти и поговорить с человеком? Очень приятно. Спасибо вам здоровья, долгих лет. Спасибо большое. Да, спасибо. Николай Тимаевич, у меня несколько вопросов вам будет. Мы пришли в гости вас поздравлять. Скажите, пожалуйста, вот с какого года вы служили в нашем гарнизоне алиционном? Вот, служил я в нашем гарнизоне почти всю жизнь здесь. Родился. Не родился, да. Жил и службу начал в армии. Солдат начал, да, службу? Нет. Он начальник гражданского. А, гражданский начальник работал, да? Да. Срочно за границей был в южной группе войск. Но потом в армии устроился, где с женой познакомился. И после этого поступил на службу и почти 25 лет прослужил календаря. Вы у нас, получается, вообще коренной житель. Самый коренней бывает, не бывает. Родился здесь, женился здесь, служил здесь, на пенсии здесь. Так, секундочку, звонок. О, кто-то звонит. Ого, прошел. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Николай Тимофеевич, дорогой ты наш ветеран, прослуживший в вооруженных силах. Более 25 календарных лет в этот праздник, День авиации СССР Красной Армии. Видишь, получилось, что твой день рождения, юбилей, 70-летие. Поэтому ветеранская организация, ты знаешь, она у нас немалая. С честью обдуманного мы хотим за твой труд, благо Родины, наградить тебе в этот юбилей грамотой. Награждается старший прапорщик в отставке Чугай Николай Тимофеевич за весомый вклад в обороноспособность страны в честь 70-летия со дня рождения. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долголетия и верных друзей. Мискидович. Разреши решить тебя? Спасибо. Поздравить. Благополучие тебе. Спасибо. И Владимир. Проходи. Покажи. Я сейчас хочу свое слово сказать. Дело в том, что это самый ветеранистый ветеран, с того понятия, как он здесь родился, здесь учился, здесь женился, здесь служил гражданским в ТЭЧ, в ПАРМ, да, или ТЭЧ называется? В ПАРМе служил, да? В СВАРМ. В СВАРМ, да. Он прапорщиком служил, да, остался здесь жить, воспитывает внуков, правнуков, и, кроме того, у него еще есть здесь его жены, мама, которая пра-пра-бабушка. 10 августа, да, так что у нас тут двойной юбилей. 10 августа было 45 лет совместной жизни. Николай, вот мы уже сказали, что ты, конечно, прослужил более 25 лет, у нас ТЭЧ здесь, это прекрасно все. А детей сколько у вас? Детей у нас с женой две дочки. Две дочки. Значит, получается, как бы продолжать твою войсковую традицию некому было. Нет, конечно. Поэтому одна из дочерей, одна из дочерей пошла по стопам папы. Только немножко по другой специальности, конечно, но пошла по стопам, да. Но она побывала уже в боевых действиях, поучаствовала, да. И я надеюсь, мы сегодня ее увидим за этим столом. Увидим. Вот. И я скажу еще всем дополнительно, что есть такая женщина, которая зовут Наташа. Наташ, иди, садись с ним рядышком сюда вот. Садись, да. Садись? Да. У этой молодой пары буквально на днях, 10 августа, было 45 лет совместной жизни. Да. Супружеской жизни. Душа в душу. Посмотрите, какие красавцы сидят, а? Посмотрите. Да. Скажешь им, что они 45 лет вместе, а? Нет. Не поверишь, да? Не поверишь, да. Вроде как вчера поженились, только, да, и жизнь началась. Столько уже все произошло. А уже прабабушка. Ну какая она прабабушка, а? Ей хоть сегодня на танцы иди. На танцы можем. Вот, видите, на танцы можем. Значит, еще полны энергии. Значит, вам надо теперь правнуков тоже дождаться будет, как ваша мама, Людмила Ивановна. Людмила Дмитриевна. А? Дмитриевна. Людмила Дмитриевна? Ой, извиняюсь, это Людмила Дмитриевна. Это моя жена виновата. Она говорит, а ее зовут, как меня зовут. Вот, значит, все, накажу. Людмила Дмитриевна, да, извиняюсь, пожалуйста. Короче, в общем, династии у нас все, если сложить военных, что отец меня, что тесть военный. А вот еще я вижу племянников, сейчас я их по крупным планам сделаю. Вижу племянников, тоже военные. Один, смотрю, майор, по-моему, МЧС, а другой какой-то полковник, только не пойму, каких войск. МВД, наверное, да? То есть, видите, то есть еще боковые ветви этого рода тоже цепляются за армию. Это его сестры, муж сестры, тоже военный, тоже всю жизнь прослужил в нашем гарнизоне. Ух ты! И где он тут у нас? Вот сейчас живут в Нижнегорске, они, ну, приедут сегодня. Сегодня все приедут. И он до нас тоже от начала до конца службы прослужил здесь, да? Да, он и срочно служил. И срочно служил? Срочно служил, остался здесь служб. Вы мне позвоните, кого приедут? Я придумаю пару вопросов задам, пока я еще трезвый сегодня. Хотя сегодня праздник, день воздушного флота. Вот у меня, Коля, видишь, как родился, день воздушного флота. А вот Наталья Николаевна пришла. Вот эта семья, она на неполном составе. Сейчас мы еще дождемся главное действующее лицо. А он, по-моему, уже выходит, идет сюда. Это тоже продолжатель рода Чугай, да. Военные династии, видите, у нас вооруженные силы России. А можно вообще снимать тебя, нет? Это вообще скажут, что военных снимать нельзя. Можно только рассказывать про меня, ничего не надо. Хорошо. Вот вооруженные силы России. Вы видите, сколько у меня на груди медалей? Чуть меньше, чем у меня, конечно, но тем не менее. И обратите внимание, что там боевые награды у нее есть. Это особый случай. Это ихняя дочка. Это старшая или средняя? Старшая. Старшая дочка. Вот так вот сюда. Логу чуть позже. Ну, одни сюда приедут. И главное, сержант тоже командует кем-то, понимаете, все. Да, старший. Да, старший. Спасибо большое. Вот уже почти вся семья. Но вечером все столицы берутся. Ой, а кого я еще вижу тут вот? Так, 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 так. Тут мой друг в волосе тынка за окном. Боб, заходи, что ты стоишь? Заходи. Это ты. Я не в такой форме одетый. Да. Вот эти друзья, которые у них уже пошли, наверное, всю жизнь всегда с этими сержантками, да? Они были на нашей свадьбе. Вот. Вот никуда от них не денешься, у них все тенки, да? Да. И на свадьбе были все, да. Только сказали все тенки, друзья, никуда от них не денешься. И звонит Людмила Сатенка. Видите, ну я сбросил, это самое, я тут не занял. Продолжим нашу беседу, потому что у нас телефон звонил, Людмила позвонила, поздравляла с праздником, всех нас поздравляла. И в моем лице, и в вашем лице всю нашу авиацию, гарнизон поздравляла. Я вот видел Володя Сатенка, который и мой личный друг, уже 30 лет практически, в следующем году будем праздновать юбилей совместной, так сказать, дружбы. Заманился у него сюда, вот он пришел к нам. Видите, он тоже у нас тут сидит. Привет, привет. Как я однажды сказал в ролике там в одном, что мы не мафия, мы достанем везде. Поэтому извините, если все не так. Хозяева, вы не против, я вашего личного друга тоже пригласил сюда. Да, мы были против, потому что к нам заходили друзья. У тебя правильно, да. В наш дом все заходят. Ну теперь можем дать еще раз слово Валерию Михайловичу. Вот там сказал в дверях два слова буквально. Может, он что-то еще там скажет интересное, да? Я не стараюсь. Да. Николай Симфеевич, расскажи, пожалуйста, вот твое становление здесь вкратце на Бельбеке. Чтобы ребята, друзья, на ополчаниях, с которыми ты начинал служить, увидят вот этот ролик благородный 70-летие. Чтобы узнали, что мы живы-здоровы и тут по-прежнему. На Крымских берегах Бельбека живем, отдыхаем, растим детей, внуков, правнуков, пожалуйста. Пару слободные. Ну, пару слов, я скажу так. Здесь школу кончал, учился. Потом... Женился. Нет. Срочную службу за кордоном служил. А потом, когда сюда прибыл, устроился гражданский работать в Свар, где познакомился с женой. Потом был такой инженер полка Мельниченко у нас. Говорит, да, что ты будешь работать, давай иди служить. И я закончил школу прапорщиков. В Москве прибыл сюда и 25 лет календаря от сгудка до сгудка в тычьи прора служил. Очень много хороших людей встретили, да? Течение службы закончил Довгопилское училище военное. И на должности стартека до самой пенсии прослужил. Ну, да, я знаю, потому что я был кадровик. Мне это известно, что не все прапорщики имели возможность быть на офицерских должностях и увольняться с этой должности. Поэтому я это все помню. Приказы эти, перемещения и так далее. То есть в моем подсознании людей прошло очень много. Потому что, помните, мы принимали полки Арциза и Краматорска. То есть ты человек, который оставил немалую лепту в авиации. Спасибо тебе вот за эту работу, которая была видна. Потому что радиолокационная станция и вооружение, я считаю, основное на самолете. Для чего этот самолет и существует? После двигателя. Да, после двигателя. Идет вторым. Хочется задать вопрос Николаю Тимофеевичу. Как вы вот с супругой встретились? У тебя же не было жилья, у нее тоже ничего не было, или что-то было? Вот как вы вот это создали семью? Мы жили по соседству, встречались просто так. И все, как в песне. Жили рядом. По соседству и квартире у кого-то? Нет, просто мы с родителями, я с родителями, он с родителями здесь жили. Его родители же тоже в Северном. Мы в 13-м досе жили. Наташа, скажи, пожалуйста, а ты тоже родилась здесь, в Любимовке? Я родилась в Казахстане, практически в поезде. И как-то вас так соединила здесь Любимовка? Нет, ну в Казахстане вообще практически случайно, потому что мои родители ехали в отпуск с твоим родителем. И я там родилась, бабушка у меня в Казахстане жила. Так как я так понял, вы родились в поезде, значит у нас должен быть постоянно бесплатный билет на поезде. Нет, высадили на время, не доехав до конца, высадили нас. А потом всю жизнь, в 7 лет я сюда приехала, в Севастополь, в 7 лет я была. Мы жили в Симферополе до этого, а потом приехали вот сюда, в Севастополь, папа по службе. И вот всю остальную жизнь здесь. Ты папа тоже был военный, да? Папа военный, да. Ну ты мог бы... В Сварме служил здесь, в Сварме. Ну как я могу знать, я прибыл сюда в 90-м году. Ну да, вы меня спросили, сколько вы обещаетесь. Я знаю, что вы работали не только в Сварме, какое у вас было движение по работе? В Сварме? На заводе работала, в городской администрации работала, да. Я вспомню, что вы где-то работали не просто в одном месте. Да. Сколько трудового стажа? Ой, больше, в общем замужем в 45, за счет трудового стажа еще больше, в 48. Николай Сергеевич, а ее у нас нет в ветеранской организации? Надо включать. Да, наверное, надо... Да, ветеран труд, да. Спросим у мамы добро и... Так надо маму тоже в ветеранской организации. Ей 91 год. Людмила Дмитриевна... Ну будет 91 год. Ну да, 91 год почти уже, да. Я еще раз... И не член нашей ветеранской организации, да. Мы многое не знаем в гарнизоне. Это надо работать, работать. Но что мы вдвоем с ним вытянем это все? Поэтому вот хорошо, что мы на таких моментах жизненных узнаем еще от других людей, от первоисточников, откуда пошли дети. Это мы возьмем, конечно, себе на перо, укажем и, наверное, будем в дальнейшем как-то с вами более сотрудничать. Вот, чтобы мы здоровы были. Откуда пошли внуки, мы уже видели. Откуда пошли правнуки, мы тоже уже видели, заходили туда. Да. Вот. Так что династия продолжается, рот продолжается. Ну да, я давно наблюдаю за вами, что я вот вижу, что сильная, крепкая, большая семья такая вот. Да. Никто никуда не судит, не говорит и... Очень дружим с семьей сестра мужа. И вот мы когда садимся за стул, издавна, если какой-то праздник, у нас меньше 16 человек, просто семьи не получается. А сейчас собрали, получается, 25 чисто семьи фактически. Вот такая семья и все здесь рядышком. Поэтому кухню надо расширять. Да. Приехал его брат двоюродный из Белгорода, племянник сюда перевелся из Питера, тоже двоюродного брата, сын из Питера, тоже военнослужащий здесь, вот в штабе флота он служит, полковник. Ну, брат, правда, гражданский человек двоюродный. Так что так семья такая большая и все вот приехали. Николай Тимопович, вот такой еще нескромный вопрос. Вот чувствуешь ли ты, вот мне надо знать, по ветеранской организации, ну, полуобразованной, ранее созданы какие-то изменения? Сколько лет было назад, почти никакой организации нет, ну, что принял нового начальника в лице Валеры, все по-другому изменилось. Появились площадки, народ стал собираться, концерты, ну, короче, ветеранская организация в действии работает, да. Николай, что бы хотелось... Особенно, большая радость, это вот ветеранам пожилого возраста, я-то себе не считаю, что я... Да, что-то там прадедушка из-за того, да. Очень рады приходить на площадку, участвовать там, деревьями занимаются. Я с внуками поливаю, хожу, беру внуков, сама не хожу. Специально беру мальчишек и говорю, пойдемте поливать деревья. Отвожу, что они участвуют тоже в том, что создают люди. Да, я знаю, что Николай Тимофеевич, супруга, привезли сирень, посадили мы, елки помогали. А елочку мы одну сохранили и осенью высадим, две. Мы держим до осени, специально сохранили, очень хорошо, все чувствует зелененькое. Вот, и мы, конечно, осенью высадим, вот те не успели. А то мы большую елку кипарис высадили, она не прижилась уже. Ну да. Давайте, Макрич, что бы ты вот хотел еще ветеранской организации видеть в ее действиях и так далее. Ну, то, что свет ветеранская организация пробила, он у вас будет по улице, это однозначно дорого сделано. А что бы еще виделось в себе, как уже пожил, что мы здесь в организоне, на чем мы должны работать? Да, в принципе, работать-то много. На чем? Мне хочется пожелать, чтобы участвовали больше людей. Не один, чтобы мы. Ну да, привлекать побольше народу. Как-то надо поднять людей, чтобы... Пытаемся, но так тяжело получается, чтобы видеть это всех. Это самая трудная работа, я не знаю, когда. Закалка Советского Союза прошла уже, но субботники все выкубают, а сейчас-то и не выгонишь-то. Потому что люди спрашивают вот сегодня, а что у нас сегодня, ничего не будет? Я говорю, а вы что, сделали что-то до этого? Я что, массовик затеянник? Ну как, говорю, надо же что-то делать кому-то. Главное, что мы можем с Николаем Валентиновичем там вдвоем практически это все прокрутить. Ну, физической силы нам много не хватало, вот, ну вот, и Володя нам всегда помогал, вот, как могли люди. Состряпали мы этот партнер. Конечно, я думаю, что если администрация нам поставит лавки, крытые, ну, таким верхом, чтобы дождь не лился, плитку положат, я думаю, что мы более лучше будем выглядеть и сцену накрытую. Я мечтаю, чтобы мы сделали, вот, ребята, да, в крайнем случае, если никто не поможет, соберем по организму эти копейки. Давайте соберем. Да, соберем, сделаем, ну, сделаем сварочные работы, вот эти каркаш, чтобы там ракушку, типа такую, как бы, это будет память, и ни дождя не будем бояться, вот, в таком плане. Да, и жара тоже. Хотелось бы, вот, пользуясь сегодняшним юбилеем твоим, сказать жителям и тем слушателям, которые будут видеть этот ролик, что приходите в этот парк. У вас есть деревья, разные кусты, подсаживайте, никто против не будет. Больше мы всегда все им вырежем, чем меньше, потому что недостаточно тени, когда, тени не хватает у нас, когда жарко, видите, в 10 утра начинаем, а уже жара наступает. Теперь я хочу задать вопрос. Николай Тимофеевич и Наталья, ладно, не буду по отчеству, я сказал, вы молоденькая, вы у нас еще молоденькая, я сказал, Наталья, еще будем делать, все, да. Наталья Александровна, я, ладно, Наташа будем говорить, Николай, Наташа, вот, я здесь тоже уже почти 30 лет, в следующем году буду отмечать, как я здесь живу. И вижу, ну, я не только вижу, я часто участвую в этих всех компаниях, я извиняюсь, извиняюсь, просто я тоже друг этой семьи, вот, не один, а со своей женой, там, друзья и дети наши общаются постоянно все. Я хотел спросить, Николай, вот, когда вы работали в Тычи, у вас был большой круг, ну, близкий круг друзей, которые вот именно в Тычи там работали, по службе и так далее. Ну, с тех, кто остался жив, будем говорить, с кем вы еще общаетесь, вот, с них вот. Ну, когда я работал в Тычи, то я был молодой, че еще, у меня там до работе объема такого не было, однако, кроме, дорогого моего друга, супруга его, работала вместе с тобой Люся. Володя и Люда, ну, Люся такой, старый, да. Ну, Волошин, здесь-то. Волошин не работал со мной, с Волошин, да, ну, здесь, да. Здесь они в гарнизоне многие, общаемся с ним. Волошин Миша, ну, вот. Знамей-то рыбак у нас в Любимовке, Володя, Волошин Миша, мы знаем его, да. Я часто его снимаю, когда он с Валерием Михайловичем с рыбалки возвращается. Он не с Тычи работал, но все равно давно, а то есть, службе из Зановой. Например, это Харикова, вот, работала. Это его жена работала, да. Ну, там, говорит, целая мафия была, это Харикова в Тычи была, да. Да, и дочь работала, да, а не невестка работала, да, дочь нет. Коллектив был нормальный. Ну, при Чайке, говорит, там, Чайка-то жаловался, говорит, Владимир Иванович, ой, Виктор Иванович, Виктор Иванович, говорит, иди разбирайся со своей мафией, говорит, там, говорит, полтысячи твоих работают. Ну, там невестка работала, да, дочь не работала, нет. Ну, он сказал, человека четыре работала у него там. И дочь работала, да, 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 да. Да, да, да. Немножко работал, да. Так, еще дальше пойдем, мы еще не останавливаемся, друзей, там много в гарнизоне, я знаю. Да, как кто еще с нами? Костин, Коля, да? Да. Тут тоже общаемся, живет в гарнизоне. Ну, все равно, да. Ты чижа-то, группа-то. Да, да. Ушел дядя Владик Миронов, к сожалению. Большой друг наш был с детства, вот очень хороший человек. Он вертолетчик был, но все равно, мы жили все в гарнизоне, а раньше гарнизон был такой... Закрытого типа, народу было, друг друга знали, все-все-все знали, да. Даже летчика знали, вот летит, ага, а, это командир понедел, то есть знали, как летчики летают. А этот пилотаж, хулиган, замкомандира, там на точке крутит, да? Я вот думаю, может, возвращаемся к этой теме, да закроем гарнизон, чтобы пожили поспокойнее. Уже не получится, уже все. Гарнизон гражданский, живут люди в основном в гарнизоне, да. Так случилось в истории. Я хочу сказать большое спасибо всем ветеранам нашим, которые еще остались на этом свете, с которыми я служил. Что живы, что здоровы, да, что здесь с нами. Да, Володя Гурковский гражданский был. Я извиняюсь сегодня за съемку, сегодня будет постоянно телефонный звонить, потому что сегодня день воздушного флота, все мы авиаторы, поэтому нам постоянно идут звонки. Я уже свой телефон отключил, чтобы не раздражал, как говорится, на своеме съемки. А теперь вот сейчас мы слово предоставим его, одного из лучших друзей, Володе Ситенке, которого я хитростью заманил сюда. Володя, скажи про своего друга, юбилей сегодня у него. Ну, что сказать. Ну, как вроде, как и встретились. Как вчера только там было, да? Да. И за детьми в садик, кто-то идет, всех проводит оттуда в садик детей. Я иду там, их тоже забираю там. Да, мы жили на Камчатку. А когда был на севере, сын его у нас жил, Виталич, который от Царствия Небесной, к сожалению, у нас жил. Да, фактически вторым сыном, ну, вторые родители, как он говорил, называл нас. Так вот дружили все время, да? Да, это дружба. Не родственники, но родными стали, понимаете? Ну, вот крестница у меня наша, младшая дочка, ну, что, крестница где? Как кресили ее, помнишь тогда? Помню, да. Она у нас такая хулиганка всегда была, и Вова ее там держал в руках периодически. Вот в последнее время у меня много сюжетов, мы уходим в нашу древность, так сказать, в наши 60-е, 70-е годы уходим, разговор ведем. И все вспоминают те годы, как мы дружно жили, как мы друг другу помогали. Да, что-то не хватало в жизни, не было комфорта. Как она говорит, все удобства на улице, да, Наташа, было такое? Все удобства на улице, да. И тем не менее, при любом изову любой семьи люди отвлекались, шли навстречу, помогали друг другу. Вот такое время было. Это для чего я говорю, это для нашим потомкам, вот тем самым внукам, правнукам, праправнукам, чтобы они понимали. Даже одежда у Сашки была комбинезон, потом Дашке отдали его, да? А Диме вы покупали комбинезон, он тоже ко всем детям приходил. Все дети выросли в этих одеждах. Шлинский комбинезон был такой непровадный, он вырос, следующий мандалит, тот бегает, следующий мандалит. Николай Валентинович, я бы хотел еще вопрос задать маме. Как вот вам молодежь, как вот все это дополнительно? Отличная у меня молодежь. Вся молодежь такая энергичная, заботливая, со всеми всегда в ладах. Столько много у них друзей, столько много у них знакомых. Все это они вот держат как-то, да, все вокруг себя. Молодцы. И главное, что дети наши между собой дружат. Да, и дети. И в ноги между собой дружат. Скажите, как вы сохранили, какой рецепт молодости? Ой, рецепт молодости. Скажи, да? Вы как мама разворядок дня. Да? Не брать в голову дурного. Здоровый образ жизни, надо сказать, да, мама? Я очень рад, что вот мы встречаемся с такими людьми, которые могут 90-х до 90-х. Дай Бог вам здорово прожили еще долголетие. Ой, так как то еще. Ну, а как вы рады? Так они еще тогда молодые. Ну, я рада, что вот все такие здоровые. Да, дай Бог вот это все. Да, самые главные. Мандрути по дереву. А? Да. По дереву. А, палка деревянная, по палке, по стулу, да, да. Очень я рад, что я не знал даже вот это, что я вот сегодня. Мы посетили ее вот на юбиле. Это было 70-летие каждый день, то... Да, больше бы знал. Мы вас будем где-то привлекать на какие-то сидящие работы, чтобы посмотреть концерты. А с него я не слезал. Ну, я скажу, вот последний какой был концерт, я сидела там с Мальцией. Ну, хороший концерт был, правда, вот это вот, да. Да, очень хороший, да, молодцы. Но я мечтаю, что вы знаете, что я давно озвучил уже, моя мечта вот в Радизоне пригласить ансамбль пляски Черноморского флота. Пусть коротким вот этим. Я обещал, значит, Валентина, значит, я буду стараться, мы его сделаем. Может, мы его сделаем ко дню 78-м. Валерий Михайлович, еще люди очень просят послушать, есть такой у нас тоже оркестр, духовой оркестр Черноморского флота, если не ошибаюсь. Попробуем, поедем с тобой, сам поеду, может, на следующей неделе поеду. Хочу пригласить, чтобы моряки выступили. Мы же морская авиация была смешком 52-го полка. Чтобы вот, ну, как-то народ наш почувствовал, что мы близки к городу, а не в какой-то деревне живем. Я думаю, что эти передряги, перекопки, которые в Радизоне, скоро закончатся. Движение какое-то видите. Не, ну, все равно уже движение, сколько лет ничего не было. Товарищи, я из всех ваших разговоров, я понял так, давайте сделаем так, чтобы не мы были близки к городу, а город был ближе к нам. Не, ну, все равно, сколько делается, сколько лет мы делали. И, наконец, дороги ремонтируют. Революкацию подделали, дома подделали. Вот у нас подводят тоже. Ждем, не можем ли кухню отремонтировать, ждем, когда закончат резификацию. Мы тоже самое, в нашем доме ждем такую ситуацию. Я думаю, что, возможно, мы в следующем году, моя мысль такая, если меня поддерживать, мы доберемся и до цен гарнизона. Именно про гарнизон. На овощи, фрукты и на продукты. Мы к этому должны прийти. Ой, ребята, сам Аксенов жаловался Путину, не могу ничего сделать с ценами. Он жалуется, а мы живем, поэтому у нас не встравливает многих людей, которые получают пенсию 8-9 тысяч. Всегда самый дорогой город был, всегда. Да, да, да. Прямо как-то. Я пыталась говорить, а мне говорят, ты что хочешь, на Куроргте живешь. Когда положить нам зарплату, как на курортах, да? Ну, не расширались люди, а цены остаются. Да, да. В следующем году, опять раз они повысились и остаются так же. Как у меня знакомый сын спрашивает летом, он говорит, ну как вы тут живете, живете? А потом он говорит, а вы зимой здесь тоже живете? А где же мы живем? Мы работаем и... Это к вопросу, что ты говоришь, что морских артистов пригласили здесь. Я еще в детстве, на Лунингол, здесь же моряки были с кортиками ходили. Да, 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 у родителей тоже эти кортики, да. Но проблемы встали, когда их начали доведевать пехотную форму. Это здесь были бунты такие, что... Но у нас... Да, вот это тоже кортик был, да, мам? У нас в интернете, в одноклассниках группу «Гарнизон Бельбек» Любимовка, там есть такой альбом, история нашего Бельбека. И там есть фотографии, ребята разместили своих там дедов и так далее, именно в морской форме, в кортике. Тогда этих домов в пятиэтажах не было, только двухэтажки стояли, да. Вот такие фотографии там есть, вот именно морская форма. А у меня тоже где-то есть. Один в морской форме, да? Мы, вот с этой давненькой, да. Папа участвует в войну, и мы вообще. Ну, он правда 16 лет призывался, не успел. Когда ему спалось 18, закончилась война, в общем-то. Слава Боже, она закончилась. Да, конечно, слава Боже. Но он уже служил. Он переехал, переехал, он сам, еще не был женат, переехал сюда, и красная она окончилась. И вот он считался приравненной. Да, он служил уже. Он уже служил во время войны, но они... Боевых, если их не участвовал, да. Ну, слава Богу. Слава Богу. А кто знает, он там погиб, и не было бы тебя, не было бы других, не было. А так, слава Богу, все такое. Как дети запланированы, так и все идет. Не надо ее торопить и спешить. Я считаю, почему мы так отошли от морской авиации. Причина в том, что предыдущие руководители утратили связь с моряками. Если бы она продолжалась после разделения всякого, и людей привлекали, мы туда ездили, эта связь была бы налажена. Помните, корабль садили здесь на корабле? Нам, наверное, придется как-то более... Сколько там, в 20-м году или в каком сто лет будут авиации? В 21-м году. В 21-м. Придется нам за это время все ликвидировать, с более с ними. Мы пытались, попытки у нас были. Но уже есть у нас контакты, мы выходим связь на морскую авиацию. Поэтому нас пригласили на сентябрь месяц, если помню, какая число, в Дон-Узлаве. Будет 50 лет полку морской авиации. Нас пригласили туда. А что тут в Дон-Узлаве осталось? Там ничего не осталось. Там было четыре части, остались только ветераны. Там было 12 лет. Я же была. Помните, раньше были вот эти корабли на воздушной подушке? И там были причалы для этих кораблей. Ну, там много чего было. Это все было, да. Я оценщиком заработала. Значит, смотрите, там называется поселок Мирный. Я вам скажу, открою великую тайну, которую я узнал из интернета. В поселок Мирный, Дон-Узлав, строится такая же дорога, как Таврида. Если такая дорога строится, значит, там что-то будет. Я вам сейчас расскажу. Там вот в воинской части, в поселок Мирный, Дон-Узлав, дорога была, вы знаете, как после войны. Я туда ехала, это еще в украинские времена было. И вот дорога вся, ну невозможно проехать. Я говорю, ребят, скажу, как вы едете? Я говорю, это вообще еле-еле. И тут, говорят, должны починить дорогу. Я говорю, что такое? Должен приехать Ющенко. А там какая-то стояла маленькая часть украинская. Крышу отремонтировали. Единственное, что сделали? Крышу на казарме сделали. Ну, через некоторое время еду, а нету, дорога такая же. Я говорю, а что ж такое? Нет, даджик посадили и провезли по этой дороже. А мы строим там. А такое у него лицо, да? Дорога какая-то у него лицо. А мы строим дорогу теперь туда, в поселок Мирный. А там очень красиво. Все, конечно, запущено, все, украина все потеряла. Не знаю, за пять лет, вот я маленький сюжет делал, фотоальбом, и маленький сюжет про поселок Мирный. Там такой парк они отгрохали, благодаря Аксенову. Аксенову очень помогло. Все очень плохо, все очень плохо. Гоинская часть, все разобранное, раскраденное. Ну, понятно, да. А вот в самом поселке, прямо на въезде, только въезжая, с левой стороны, они сделали парк. Там стоит сейчас Б-12, стоит уже двигатели поставили, с пропеллерами стоят, ну, с винтами стоят. И стоит К-27, и детский городок, и стеллы, и история морской авиации. Шикарно сделали, молодцы. И благодаря Аксенову, они выходили во все организации, ничего не получилось. Был Аксенов, поехали на прием, губернатору нашего Крыма Аксенову. Он сказал, все будет, говорит, через два дня приходит техника, и все начали делать. Это наша мечта, хочу огласить, дорогие друзья. Мечта такая с Николаем Валентиновичем, чтобы озеро, которое у нас находится, значит, что мы там сделали капитальный парк для отдыха. Это моя мечта, что мы запустили рыбу, чтобы детки туда проходили, чтобы где-то нам было выйти от этого солнца. Потому что пожилых людей вы сами знаете. Если у нас три тысячи людей проживают в гарнизоне, плюс действующая армия, я не буду говорить, сколько людей, и более трехсот детей, нам это необходимо. У нас нет отдыха для пожилого человека. Негде выйти посидеть. И очень хочется в этом парке сделать велосипедные дорожки для детей. Наступает лето, съезжаются кучи детей, внуков, правнуков и так далее. И они все по этим дорогам, где автомобилем разъехаться невозможно, выскакивают из-под колеса, по тормозам, крик, матюги и так далее. Там еще был стадион, знаете? Да, знаем, да. Там и старать у нас тоже, да. Был стадиончик, да. Так вот, 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 вот. Вокруг этого озера сделать парк хороший, сделать велосипедные дорожки для детей. Мы сразу снимем проблему, дети на дорогах, сразу уберем оттуда. Вот сделали, сделали две спортивные площадки. Практически площадка с утра до вечера не умолкает. Только там никто не убирает, правда, беда одна. Так, я извиняюсь, опять телефонный звонок. Дорогие друзья, пользуюсь случаем и данной мне властью нахажаться. Захватил власть, теперь дай мне власть. Да, в гостях прекрасных людей Николая Тимофеевича. Еще раз хочу напомнить, что мы собрались по поводу твоего юбилея 70-летия. Пожелать себе крепкого здоровья, долголетия, дружбы вас, дружной семье, маме здоровья. Всех благ вашей семье и большое приветствие от нашей маленькой ветеранской организации, которая насчитывает более 200 человек. Спасибо большое. Спасибо, что тут я не встану. Трехкратное ура. Нет, я не закончил, я же не закончил. Трехкратное ура. Два коротких, один длинный. Ура, ура, ура. Только мы вспоминали про Волошина, и он как бы материализовался. Наташа, это тебе подарок. Уже вперед, здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте, с именинником. Спасибо большое. Наташку с именинником. И я вам скажу, друзья, я тот с услуживцем тычил. Да, да. Мои мои товарищи. И я вам скажу, друзья, что это будет целый день сегодня продолжаться. Да, так же. Мало того, сегодня юбилей. Поближе садись. Миш, сегодня юбилей, 70 лет. Второе, второе. 10 августа мне было 45 лет совместной жизни. В супружеской жизни. Третье, третье. Сегодня же день воздушного флота. Вот. Поэтому все праздники. И тут глядя не всегда. Самое главное, Коля, здоровье ему. Потихоньку к самодачи. Он побежал в телефону, ему опять звонят. Вон, звонят, сейчас я буду. Поздравления. Бегу, бегу, бегу. Подслушиваю. Поздравления опять. Видите, ему идут. И в личку, и по телефону. Спасибо, Люсь. Догадываюсь, кто звонит. Людмила Ситянко звонит ему. Да. Видите, я уже всех знаю наизусть. Спасибо. Здесь меня и снимает наш группу. Да. И такие поздравления будут сегодня целый день. Очень много. Пришли тычинские кадры. Миша и Толя. Поздравить своего друга, однополчанина, сослуживца. Ой, просто хорошего товарища. Да, друга Коля. С которым с 82-го года в полку служил. А так я знал еще и раньше его. Поэтому... Ну мы же местные. Да. Как говорится, ну ты там местный родился. Я тут приезжий. Я уже как местный тут пристроился и живу. Поэтому ничего не хочу желать. Хочу пожелать тебе здоровья, счастья. Чтобы вы мирно жили, спокойно. И было самое главное здоровье. Будь здоров. Спасибо, спасибо, что пришли. Службу мы же попросили. Спасибо, ребята. Так приятно. Ну давай. Да. А если не забываешь, что я тебе полечу в аптеке. Это не только от нас двоих. Тут вся течка. Тут вся течка. Все звонили, передавали привет. Василий Залитовский, Александр Михайлович Спилин, Сенчик. Да, нам же Залитовский и Питерский. Ну да. Я думаю, что 26 сентября мы увидимся. Я думаю, что... Я не перевожу камеру специально за окно, потому что там стоит еще 15 человек в очереди на поздравления. Ну ты, Коля, к этому сегодня шатул? А тебе сегодня две разницы двери? Да. А куда ему деваться? И праздник, и родился, и все остальное. И женился. Тут одно к одному. Не каждый доживет до 70-ти, да? Да. В наше время молчал. Не каждая птица доживет до середины Днепра. Не каждый человек доживет до середины жизни, да? Миша, у меня маленький вопрос, Алла. Давайте вот, как раз, пришли поздравлять. Маленькие воспоминания о молодости, когда вы служили вместе. Что вот вы хотели такое замечательное вспомнить? Что врезалась в память? Самое замечательное, это по нашей жизни. Это когда началась доработка самолетов под новую систему опознавания пароля. Это Беленкова УНАЛ? Да. Это какие самолеты были? Су-15 ТМ, да? Су-15 ТМ, и все самолеты нашли по властью. Шли на рабочке, разбирали самолет, они стали новые блоки, и потом, в общем, это все... Разбирали, один скелет оставался. А вам собирать, да? Нам разобрать надо было, наверное, научники, прицел, систему, уже у нас связано все было. От келя до ПВД. Все проходилось разбирать. И самое запамятное, это поездки на полигон в Астрахани. Особенно передовой команде в поезде неделю. А последний раз в Красноводск. Через Каракум, через всю пустыню Каракум, через Ашхабад, а потом на Красноводск. Вот это была лирика. Большая страна. Приезжаем в Красноводск, а там в вокзале такие тараканы. Ну, видел она, но вот такие они. Они в плен взяли каких-то. Это было. Я вам покажу. Это Коля Фемианик картину нарисовал в подарок. Он живет в Туле, тульскую природу ему нарисовал. Молодец. Дед Витя Дроздова, он рисовал сам. И вот теперь и племянник уже стал рисовать. Он раньше не рисовал, а вот сейчас как-то... А смотри, Лада настоящий, молодец. А племянник уже на пенсии? Нет, нет, нет. Он еще не на пенсии, да? Полковник вот он. Ну, еще не на пенсии пока начнут. Нет. Красиво. Ну, как-то вот проснулся. Давай запрепотим. Таланты, таланты есть. Таланты, конечно, есть в любой семье, да. Да. Валерий Михайлович, не один ты рисуешь и создаешь искусство, произведения, да. Да, высота. Я учусь. Конкуренты тебе есть, видишь? Вы подполковника, а он полковник, видите, тоже рисует картины, да. Нет, я не знаю. А это их племянники, как раз, вот эти самые племянники, да, вот которые один из них рисуют. Вот справа, который стоит. Или слева, не понял, справа, по-моему, да? Полковник, это он справа или слева? Сейчас вот в этих мачках не вижу уже. Вот это он, да, полковник? Вот он рисует картины, видите, вот такие все. Так они в каком роду войск, Коля? Это один МВД, а другой, по-моему, там где-то. Не столь важный род войск, столь важно, что у человека есть таланты. Да, он рисовал, да. На схожем, видимо. Коля, еще время только, 11 часов. Нет, ну мы не будем заниматься. А уже, нет, 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 я не о времени говорю, ребята. Я вам сейчас скажу одно, что еще только 11 часов, а уже куча поздравлений прошло, по телефону, друзья пришли, поздравили. И этого сегодня не будет конца, я вам гарантирую. Вечером приедут друзья, там, я тебе говорил один, что подъехать вечером, да. Фамилию, как ты сказал, не сглобит, как фамилию, сказал там, подъехать вечером должен. Вот, и дедушка были поздравить тоже. И это еще внучка прошла поздравила. Это уже правда, да. Коля уже прадедушка, уже. Толя, Коля уже прадедушка, уже давно. Молодец. Да. Ты не умолись, задачу поставили, главное, правильно. Не, ну все равно. Правильно поставить задачу, да. Я говорю, очень хорошо с нами. Нас с ним связывает очень много, да. Ну, по-разному ситуация складывалась. Но мы, так думаю, всегда поддерживали. Но всегда стаканчиком алюминиевым подбежали. Я скажу еще больше. Ну, жизнь большая была прожита, разные обстоятельства остались. Но он нас всегда выручал, всегда выручал. Вот, и никогда не обижал. Начальство его порой костно смотрело. Но он мог с ними ладить, и нас никогда не обижал. Да, да, это точно. С утра дашники всегда заходили к рыбам. А они мне всегда сходят, сходи, у тебя Коля друг. Ну, я же не приседаю. Ну, ты ему скажи, ты ему скажи. Да, было, было. Друзья, я недавно снимал фильм про двух друзей, которые 68 лет вместе, Лагвиненко и Хоряков. Я думаю, что это будет последний длинный фильм. Думал, сегодня будет маленькая зарисовка. Поздравим юбилея, юбиляра и все на этом. Это получше не зарисовка, это получается целый фильм. О человеке, о судьбе, о людях, о друзьях его. О 62-м стимулинационном полку, которого, к сожалению, уже нет, но люди-то остались. Поэтому еще раз всем этим фильмом мы поздравляем всех ветеранов вооруженных сил, которые служили при СССР, при Украине, при России, защищали небо своей отчизны. Поздравляем с днем воздушного флота. И на этой счастливой ноте мы заканчиваем наш репортаж. Только я выстроил эту группу, сняться на автопарад. А тут еще один ветеран подскочил, быстренько. Так, ребята, сейчас я переставлю позицию, я сниму на автопарад. Вот нельзя выходить на улицу. Тут, видите, моряки пришли поздравлять, авиацию пошли поздравлять сюда. С днем с праздником массы. 70 лет на этот праздник. Он сегодня родился. А это Черноморский флот. Это зять Сихорских, да? Да, тоже ветеран. Прекрасного человека. Тоже полковник военно-воздушных сил. Вот, видите, сюда. Собрались одни полковники и прапорщики. Вчера приехал специально, чтобы в день авиации... Да, да, да. Мы вообще тут даем, но еще мало. Ладно, всех с праздником. Пойдем и туда гулять. Нас уже тоже заждались. Николай Валентинович в одном из сюжетов говорит, мы ветеранская организация Бельбеха, не мафия, но каждого ветерана достанем везде. Самое главное, замполит, если в строю, значит, это уже мероприятие. Пока в строю, пока в строю, слава богу, да. Историк, летописец, ну как это нам осетить? Итак, всех вас и морскую авиацию, и авиацию ПВО, и авиацию ВВС, и ВКС. Всех с праздником, днем воздушного флота. А в этом году у нас Семидесятников, Михаил Федотов, Ламинога, Рико Братский. Федотов тут тоже, да? Вы поняли, Валерий Михайлович перечислил фамилии, которым нужно готовиться к встрече. Я повесил, чтобы вы зашли неожиданно. Да, да, да. А они готовы. Я на третьем, он на первом. Федотов, все. Пусть они не думают, что мы их не достанем. Такой надо стол нормальный ставить. Поставим дубовый. Да, надо собираться. У лавки есть уже. Нет, там беда. Если в сквере поставишь стол, то наберет себя Любимовка, понимаете? Он просто не справится финансово просто. Не, ну, мало ли. Мы еще, у нас в душе подсознание есть на сцену нашу накрыть. Ракушку сделать, типа такого. Ну, чтобы поставить на концерт. Ну, что, в любую погоду. Да, спасибо вам. Ну, все. Все, ребята, повторно прекращаем съемку. Спасибо всем за внимание. Потому это будет без конца, может быть, да. Это может быть без конца, да. Вот нельзя выходить на улицу. Тут, видите, моряки пришли поздравлять, да, авиацию пошли поздравлять сюда. Да, с днем, с праздником. С днем, с праздником, да. С днем, с праздником, да. С днем, с праздником, да. Ну, я думал, есть данного человека. Он сегодня родился, да. А это Черноморский флот. Да, да, да. Это взят с Сикорских, да? Да, тоже ветерана. Прекрасного человека. Тоже полковник военно-воздушных сил. Вот, видите, все, да. Собрались одни полковники и прапорщики, да. Вчера приехал специально, чтобы в день авиации. Да, да, да. Ну, в этом гарнизоне. Да. Мы вообще-то отдаем, но еще мало. Ладно, всех с праздником. Пойдем и туда гулять. Нас уже тоже заждались. Николай Валентинович одним из сюжетов говорит. Мы ветеранская организация Бельбеха. Не мафия, но каждого ветерана достанем везде. Ну, самое главное, замполит. Если в строю, значит, это уже мероприятие. Он молодец. Пока в строю. Пока в строю, слава богу, да. Историк, летописец. Ну, как это нам осетить? Итак, всех вас. И морскую авиацию, и авиацию ПВО, и авиацию ВВС, и ВКС. Всех с праздником, днем воздушного флота. А в этом году у нас Семидесятников, Михаил Федотов, Ламинога, Рико Братский. Федотов тут тоже, да? Вы поняли, Валерий Михайлович перечислил фамилии, которым нужно готовиться к встрече. Я повесил, чтобы вы зашли неожиданно. Да, да, да. А они готовы. Я на третьем, он на первом. Федотов, все. Пусть они не думают, что мы их не достанем. Так уже надо стол нормальный ставить. Поставим домой. Чтобы собираться. Лавки есть уже. Нет, там беда. А если в сквере поставишь стол, то наберет себя Любимовка, понимаете? Он просто не справится финансово просто. Не, ну, мало ли. Мы еще, у нас в душе подсознание есть на сцену нашу накрыть. Ракушку сделать, типа такую. Ну, чтобы поставить на концерт. Ну, что, в любую погоду. Да, спасибо вам. Ну, все. Все, ребята, повторно прекращаем съемку. Спасибо всем за внимание. Потому это будет без конца, может быть, да. Это может быть без конца, да.